Всем привет! С вами первый выпуск IGM News в новом 2018 году. И сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о главных событиях в мире игровой индустрии за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Хакерам удалось взломать Nintendo Switch. Появились подробности об игровом процессе God of War. В Paladins появился режим королевской битвы. В процессорах большинства современных ПК обнаружили серьезную уязвимость. Для представителей компании Nintendo год начался не лучшим образом. Группа хакеров Executor обнаружила брешь в защите консоли Switch и с удовольствием воспользовалась ею, объявив о взломе приставки. По словам участников Executor, уязвимость, замеченная ими, не будет удалена даже после выхода официальных обновлений. Что означает, что недостатки в защите, вероятно, находятся в самом железе Switch. Хакеры уже продемонстрировали публике взломанную консоль и пообещали представить финальную версию своего эксплойта весной 2018 года. Предполагается, что с его выходом игроки смогут устанавливать на Switch самодельные патчи, а также запускать пиратские игры. Несмотря на то, что информации о взломе пока недостаточно, заявлениям представителей Executor охотно веришь, ведь эта опытная команда в своё время преодолевала защиту множества других консолей, начиная с первой PlayStation. Так что мы с нетерпением ждём развития ситуации и мер по борьбе со взломщиками, которые наверняка предпримет Nintendo. Отличные новости для всех, кто ожидает релиза God of War. Разработчики игры дали объёмное интервью журналу Game Informer, в котором поделились с подробностями о создании и геймплее проекта. Во многом представители Santa Monica Studio просто подтвердили то, о чём и так догадывались многие игроки. Новый God of War будет более тактическим, и на место хаотичных сваток с огромным количеством врагов придут глубокие битвы с разнообразными соперниками. Так, некоторые из врагов будут невосприимчивы к топору, основному оружию главного героя, или их будет невозможно оглушить. Сам топор будет называться Левиафан и будет полезен не только в ближнем бою, его можно будет кинуть в противников, чтобы заморозить их. Вообще Левиафан не так прост, в нём будут специальные рунные слоты, наделяющие его уникальными характеристиками, позволяющими вам настроить оружие под свой стиль боя. Помимо топора у Кратоса будет щит, которым в случае чего можно будет огреть противника. Кроме того, важную роль в драках будет играть взаимодействие с окружающим миром, особенности которого могут обеспечить вам тактическое превосходство. Представители Санта-Моника Студио хотели сделать главного героя более уязвимым, чтобы каждый бой бросал вызов. Но, несмотря на это, бог войны периодически будет впадать в спартанскую ярость и крушить врагов голыми руками. Стало известно чуть больше и о роли Артея, сына Кратоса. Он будет поддерживать игроков стрельбой из лука, оглушающего врагов. Оглушённого противника можно использовать в качестве оружия или просто разорвать на части. Также разработчики рассказали о том, что в игре нас ждёт система крафта и прокачки навыков, брони и оружия. Причём совершенствовать можно не только Кратоса, но и его сына. Можно уверенно сказать, что знакомый каждому геймплей God of War претерпел серьёзные изменения и не просто так. Как заявили в Санта-Моника Студио, главы Сони всерьёз подумывали о том, чтобы закрыть серию. Но разработчики придумали оригинальный перезапуск франшизы, и проект настолько всем понравился, что ему было решено дать зелёный свет. Пока не совсем понятно, к чему приведут подобные эксперименты. Но амбиции у главы студии разработчика навалом, ведь он надеется, что в будущем обновлённая God of War станет масштабной франшизой вроде Uncharted или Assassin's Creed. Звучит смело, осталось лишь дождаться релиза, намеченного на первую половину 2018 года. Кажется, ни один выпуск новых IGM News не обошёлся без новостей об играх в жанре Королевская битва. Мы сами устали от этого, но таковы уж тренды в современной индустрии, так что и эта неделя порадовала нас очередным Battle Royale режимом. На этот раз отличились разработчики сетевого шутера Paladins, объявившие о том, что в 2018 году в их проекте появится Королевская битва на 100 игроков с акцентом на командные сражения. По словам представителей студии Hi-Res, главной особенностью их версии Battle Royale будет использование уникальных способностей, которыми обладают герои Paladins, что позволит разнообразить привычный геймплей. Вот чему действительно не хватало разнообразия, так это название будущего режима. Разработчики решили не изобретать велосипед и попросту озаглавили его Battlegrounds. Чувствуете намёк? Интересно, как на это отреагируют представители PubCorp, одно время всерьёз думавшие подать в суд на Epic Games за королевскую битву в Fortnite. Пожалуй, главной новостью недели стала информация об уязвимости в архитектуре всех процессоров Intel, выпущенных за последние 10 лет, благодаря которой хакеры смогут получить доступ к памяти их ядра, на которой в том числе хранятся пароли, логины и другие файлы с личной информацией пользователей. Стоит отметить, что представители компании AMD заявили, что владельцы процессоров их производства находятся в безопасности, но представители Microsoft, например, не разделили этого оптимизма. Для того, чтобы бороться с данной проблемой, разработчики всех ведущих операционных систем в экстренном порядке выпустили патчи, призванные исправить уязвимость. Но проблема заключается в том, что согласно прогнозам аналитиков, подобные заплатки должны серьёзно снизить производительность ПК. Впрочем, первые тесты на современных играх не показали серьёзного падения, а это значит, что на данный момент нет никаких причин не устанавливать патч. Любопытно, что в Intel, кажется, узнали об уязвимости ещё летом 2017-го, ведь именно тогда глава корпорации Брайан Кржанич продал её акции на 24 миллиона долларов. Конечно, это просто предположение, но если оно соответствует действительности, то компания откровенно подставила всех своих покупателей, и её будущее может оказаться под вопросом. На этом всё. Какими новостями вам запомнилась первая неделя 2018-го? Рассказывайте об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски, и вступайте в сообщество IGM ВК. До следующей недели! Субтитры сделал DimaTorzok